Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Адамова. В этом выпуске мы расскажем, что ждет родителей, которые не платят алименты. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, на 30 апреля 2024 года количество должников по алиментам превышает 7 тысяч человек. Как показывает статистика, должников Ульяновской области достаточно. С теми, кто уклоняется от выплат, работают судебные приставы. Алименты в России – ощутимая часть дохода. Как правило, это 1,4 дохода на одного ребенка, 1,3 на двух детей и половина дохода на трех и более детей. Однако бывают и другие случаи. Алименты могут быть установлены и в том числе в твердой денежной сумме, которая индексируется в зависимости от тех привязок, которые установлены в исполнительном документе. То есть здесь судебный пристав уже ориентируется на определенную сумму долга, которая должна быть должником погашена. Если задолженность образовалась, тогда пристав рассчитывает задолженность и уже с задолженностью направляет на удержание из дохода. То есть если мы с вами говорим о том, что в исполнительном документе указана 1,4 сумма, которую обязан уплачивать гражданин, то есть это 25 процентов, а задолженность, которая образовалась, естественно, должна тоже погашаться, судебный пристав праве установить иной процент удержаний. Например, задолженность образовалась за определенный период, который рассчитывается, пристав ставит процент удержаний 50, 25 в счет текущих алиментов и еще 25 в счет погашения задолженности, которая образовалась. Часто проблемы с выплатами появляются, когда родитель нетрудоустроен официально. По этой причине возникает большая задолженность, ведь в таком случае сумма выплат будет рассчитываться из средней зарплаты по России. Если же должник официально нетрудоустроен, судебный пристав исполнителя рассчитывает задолженность по алиментам, исходя из средней заработной платы в Российской Федерации. Сейчас она составляет более 78 тысяч рублей. Однако избежать задолженности можно, даже если тот, кто обязан платить, оказался в сложной жизненной ситуации. Для этого необходимо обратиться в центр занятости, чтобы трудоустроиться в короткий срок. Иначе взыскивать задолженность будут другими способами. То есть, если есть имущество, на которое возможно обратить взыскание, судебный пристав производит, арест этого имущества в последующем реализует, и денежные средства перечисляются взыскателю в счет погашения задолженности. Если же никаких имущественных прав, имущества у гражданина нет, применяются иные меры, ну, скажем, в виде определенных запретов. Эти запреты могут быть связаны и с непосредственно личностью должника, ну, например, ограничение в пользовании специальным правом. У нас почти две тысячи должников ограничены в пользовании специальным правом, то есть не могут пользоваться водительским удостоверением. Почти пять тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Вот только благодаря вот таким ограничениям, которые, казалось бы, не связаны с имуществом, но, тем не менее, ограничивают должника в определенных правах, благодаря этим мерам мы в текущем году взыскали 28 миллионов рублей задолженности по алиментам. При этом доводить до крайностей абсолютно необязательно. Можно контролировать выплату самостоятельно и избежать последствий. Когда судом определены размеры для взыскания алиментов, естественно, должник может и самостоятельно начать их выплачивать. Этот документ также может быть предъявлен непосредственно работодателю, то есть судебный пристав даже не возбуждает исполнительное производство. То есть работодатель начинает перечислять алименты взыскателю тому, с кем остались дети, непосредственно сразу из заработной платы на счет, который был предоставлен взыскателям. Взыскать алименты на ребенка можно даже в том случае, если тот, кто обязан платить, скрывается. В таком случае судебные приставы объявляют горе платильщика в розыск, а выплаты делают за счет государства. Как только год проходит после заведения розыскного дела, у взыскателя возникает возможность обратиться в суд для того, чтобы судом гражданин был признан безвестно отсутствующим. И вот после того, как будет вынесено судом решение о признании его безвестно отсутствующим, ребенок получает право на пенсию по потере кормильца. Однако, несмотря на наличие пенсии на содержание ребенка, долг по алиментам будет продолжать расти. Судебный пристав рассчитывает за должность, естественно, в связи с тем, что отсутствует официальный доход, исходя из среднероссийской заработной платы. И как только должник будет разыскан, составляется протокол об административном правонарушении, должник доставляется в суд. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, на май 2024 года порядка пяти сотен должников находятся в розыске. Управления Федеральной службы Статья 157, часть 1, санкции данной статьи предусматривает разные виды наказания. Да, это преступление относится к небольшой тяжести, по своей категории небольшой тяжести. Тем не менее, какие наказания? Это исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на этот же срок, кроме того, арест до трех месяцев, и самое строгое наказание, которое предусмотрено санкцией, это лишение свободы на срок до одного года. Однако, даже если дело дошло до суда, уголовной ответственности можно избежать, если сторонам удастся договориться. Может быть, постановлен как приговор в отношении таких лиц, так и вынесено постановление. Это два разных решения. Приговор предусматривает наказание. А что значит вынесено постановление? Может быть, прекращено уголовное дело, уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам, по разным причинам. Допустим, достигнуто соглашение, то есть достигнуто примирение, когда лицо, привлеченное к уголовной ответственности, загладило причиненный вред, оплатил долг. Несмотря на то, что тому, кто платит алименты, необходимо решить все финансовые вопросы в достаточно короткие строки, есть ульяновцы, которые успевают задолжать приличные суммы. Задолженность может быть разной за этот период времени. Может, в среднем всегда, статистика показывает, что в среднем задолженность до 100 тысяч рублей. Но я хочу привести пример. Был осужден Димитровградским городским судом, житель города Димитровграда, 1986 года рождения. Задолженность по алиментным обязательствам составила 260 тысяч рублей. Многие попадают в списки должников из-за собственных заблуждений. Прежде всего, стоит помнить, что алименты – это регулярная, периодическая выплата, а не разовая. Многие почему-то понимают, что частичные какие-то возмещения материального характера ребёнку, либо какие-то подарки. Но если это не носит систематический характер, если это не свидетельствует о том, что ребёнок находился весь этот период, на иждивение этого лица, то это ни в коем случае не замещает обязанность выплаты, полной выплаты задолженности по алиментам. То есть помните о том, что если выплатить долг по алиментам, то можно будет и претендовать на материальную помощь в старости. По данным прокуратуры Ульяновской области, в 2022 году более пяти сотен уголовных дел по неуплате алиментов было направлено в суды Ульяновской области. В 2023 году количество снизилось на 10%. За первые четыре месяца 2024 года было рассмотрено 138 уголовных дел. Игнорируя как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, должники оказываются в местах лишения свободы. Поскольку это преступление небольшой тяжести, отбывают они наказание, как правило, в колониях-поселениях. Здесь находятся и мужчины, и женщины. Как утверждают сами осужденные, причина их долгов – отсутствие работы. Проживаю я в Радическом районе, а как получилось сейчас, с работой очень плохо. Я живу в деревне, очень плохо с работой. И с одной из работ я уводился, потому что трудная работа была. Я на другую, пока устраивался на другую работу, официально не выплатил, по возможности помогал. От ребенка не отказывался. Ну, с течением обстоятельств нужно, как бы, ответственность подходить к этому делу. И мы здесь, как говорится, сами увинаются, раз сюда попали. При этом в Ульяновской колонии-поселении номер 8 житель Радищевского района оказался не сразу. Сначала суд приговорил его к исправительным работам, на которые он не пришел. Только потом мужчина попал за решетку, где сейчас трудится в подсобном хозяйстве. Я работаю на выездном аэрообъекте. Также до 5 часов у нас рабочий день. Также приезжаем. И все, по-моему, в порядку дня. Заработанных денег житель Радищевского района сейчас выплачивает алименты и гасит долги. В некоторых случаях дополнительно к этой сумме удерживают часть зарплаты доход государства. По данным УФСИН России по Ульяновской области, на май 2024 года в колонии-поселении номер 8 отбывают наказание около 50 человек. Порядка 80% из них мужчины, 20% женщины. Большинство – ульяновцы, отбывающие наказание за невыплату алиментов. Конечно, алименты не выплачивают по разным причинам. Иногда из-за трудной жизненной ситуации. Тем не менее, бывших детей не бывает. И родители всегда несут за них ответственность. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова